Ну вот, должна признаться, я неплохо обращаюсь с бенцопилой. Спасибо за это Регине и Самеру. Эх, как бы хотелось, чтобы они сейчас были здесь. Эй, птички, я спилила почти все жуткие мертвые деревья, но оставила вам одно большое. Можете видеть на нем гнезда. Ну как тебе? Кар, Кар, чего? Вам все еще не нравится? Хм. Возможно, я смогу сделать что-то еще. Может сделать его поуютнее. Так, вот и кошмар лилии. Подоспел. Вот, и ничего кошмарного. Справились. Знак внимания. Эти цветочные оршки все перевернулись. Не думаю, что их можно спасти. А вот новые точно добавят тут красок. Хм. Какие же выбрать? Ну, конечно. Ну, не белые кладбища все-таки. Давайте вот такие. Вот. Эти ничего. Яркие, но выглядит презентабельно. Что это? Что это прячется там за горшками? Ой, ой. Это та кошка. Рр-р-р-р. Ой, можно мне тебя погладить? Рау. Кисоньке нравится, когда ее чешут. Нравится, да? Ее глаза, они разного цвета. Ух ты, как красиво. Как у ведьмы. Ох, так она все же может быть милой. Рокси, не шали. Что ж, она убежала. Хотя, думаю, она еще вернется. Но мне пора браться за работу, а то я тут на весь день застряну. Надо уже закончить с этими ушками. Продолжение следует... 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 Цветочный сад. Сюда нужно поставить ещё несколько горшков. Посмотрим, что подойдёт всей композиции. Ну что, такое ж точно и подойдёт. Ну вот и всё. Знаешь, Рокси, не следует пугать каждого зверя при встрече. Тебе нужно завести побольше друзей из мира животных. Ау! Да, Рокси, кошка стала вести себя дружелюбнее. Вы можете подружиться. Ау! Знаешь, у меня в последнее время появилось столько друзей, и благодаря этому я сама сильно выросла. Благодаря сам миру я осознала, что я человек хороший и даже талантливый. Раньше я считала себя совсем посредственной. Уитни помогла мне понять, что в жизни есть не только рутина. Можно узнать столько всего нового. Люк научил меня расслабляться, и теперь я знаю, что жизнь после Блэйна и правда есть. Жизнь Лили после Блэйновой эры, так сказать. Но мне кажется, что больше всех мне помогла Регина. Она показала мне, что я способна на всё. Научила меня быть независимой. И что я должна уметь за себя постоять. Я так по ней скучаю. Редактор субтитров А.Семкин